Привет, меня зовут Олег Васильев, это канал Железные Магистрали. За последнее время появилось немало новостей из украинских городов, где есть трамвайные системы. В частности, речь идет о том, что, например, в Киеве и Харькове сегодня продолжаются работы по ремонту и реконструкции некоторых трамвайных линий. И мы как раз вот в этом обзоре посмотрим, что же там происходит и также познакомимся с другими новостями, текущими событиями на трамвайную тематику. Ну и начнем мы с украинской столицы. Там в данный момент продолжаются ремонтные работы на двух трамвайных линиях на правом и левом берегу. Уже два года продолжается капитальный ремонт улицы Алматинской в Киеве. Кроме того, что была проведена реконструкция проезжей части, которую разделили на две стороны движения, для трамвая сделали обособленное полотно. Ранее в коммунальном предприятии Киевпостранс сообщали, что строительные работы займут 15 месяцев. Однако прошло уже значительно больше времени, а работы на объекте продолжаются. Если быть точным, то строители монтируют рельсошпальную решетку с перерывами. По всей видимости, регулярно происходят задержки финансирования работ. По состоянию на август 2020 года на участке в 2,5 километра от конечной остановки ДВРЗ до поворота на улицу Пражскую полностью заменили рельсы. На разворотном кольце укладывают новое полотно. 19 августа заместитель главы столичной администрации Александр Густелев на своей странице в Фейсбуке сообщил, что работы по реконструкции трамвайной линии в районе ДВРЗ близятся к финалу. По его словам, рельсы уложены по европейским стандартам, по технологии так называемого «бархатного пути», то есть без стыков. Это должно уменьшить шум и вибрацию во время движения трамваев. Однако, если присмотреться, как укладывают рельсы на улице Алматинской, то европейскими технологиями здесь и не пахнет. Чтобы гасить шум и вибрацию во время проезда трамвая, рельсы уплотняются по бокам резиновыми прокладками. По такой технологии, например, уложены рельсы в Берлине. Здесь четко видно, что трамвайное полотно закрыто не только газоном, но и резиновыми уплотнителями. В Киеве на улице Алматинской рельсы не имеют боковых уплотнителей. Их просто засыпают щебнем мелкой фракции и сверху закрывают плитами. В какой-то мере это поможет заглушить шумы, но такая шумоизоляция не является прогрессивной и современной, тем более это нельзя назвать европейской технологией. В другом районе Киева на Михайловской Борщеговке продолжаются работы по замене трамвайного полотна на маршруте номер один. Ранее был проведен капитальный ремонт путей возле бульвара Кольцова, где появилась новая остановка. Правда, ее так и не могут ввести в эксплуатацию, причины неизвестны. Однако в соцсетях предполагают, что проблема видимо в турникетах, которые не могут компостировать бумажные билеты и рассчитаны только на пластиковые карты. Далее ремонтные работы переместились в сторону улицы Зодчих. На одноименной остановке продолжается замена разворотного кольца и путей. Для этого организовано реверсное движение трамваев. Предполагается, что здесь появится новая остановка с платформами, для этого пути сдвинули в сторону. Затем после завершения монтажа разворотного кольца трамваи временно будут ходить именно до этой точки, а на других перегонах вплоть до конечной остановки на Михайловской Борщеговке начнут замену остальных путей. И двигаемся дальше. Сейчас переместимся в Харьков. Там также проводятся ремонтные работы на трамвайных путях. В частности, начали замену рельс на известном всем Балашовском мосту, где раньше регулярно происходили аварии с участием трамваев. На улице Плехановской провели замену старых трамвайных путей на отрезке в 364 метра. Новые рельсы уложили на участки от улицы Молочная до Власовского переулка. Рельсошпальную решетку засыпают щебнем и сверху уложат асфальт. Впереди еще остается нетронутым пересечение с автодорогой. На этом отрезке рельсы изрядно поизносились и тоже нуждаются в замене. Еще один объект, на котором сейчас ведутся ремонтные работы, это Балашовский мост. Ранее на путепроводе регулярно фиксировались аварии с участием трамваев. В основном это было связано с плохим состоянием трамвайных путей. Возле подъема на мост рельсы укладывают на специальное железобетонное основание с последующим цементированием. На самом путепроводе лотки моста расчистили от старой подушки и подготовили для монтажа новых путей. Также, судя по строительной разметке, проезжую часть дороги на мосту расширить за счет тротуара. В Одессе после полуторагодового перерыва возобновили движение трамваев по улицам Преображенской, Софийской и Спуску Маринеска. Теперь там курсирует трамвай 12 маршрута. Он связывает слободку с Алексеевской площадью на Молдаванке через улицу Балковую, Пересопский мост, центр города вдоль Софиевской и Преображенской улиц, рынок Привоз и улицу Адмирала Лазарева. На маршруте будет работать 7 вагонов, интервал движения 10-12 минут. Между тем, по обновленной линии можно пустить трамвай, который соединит поселок Котовского с центром Одессы. Пока еще продолжаются работы по ремонту трамвайных путей возле Привоза, этот маршрут можно пустить в обход или же сделать конечную остановку на Терраспольской площади. Во Львове планируют в 2021 году провести реконструкцию улицы Заморстыновской на участке от улицы Трофиной до улицы Мазепы. Это более 800 метров. В рамках этих работ будут проложены новые трамвайные пути. Городские власти также планируют запустить трамвайный маршрут, который соединит две окраины города – Сыхов и улицу Мазепы. Проектные работы должны закончить в 2020 году. В завершение напомню, что если у вас есть интересные сообщения на транспортную тематику, отправляйте свою информацию по тем контактам, которые есть в описании этого видео. Также буду благодарен вам за поддержку канала в виде донатов, за ваши комментарии. Также нажимайте кнопку подписаться, если вы еще не подписаны на канал «Железные магистрали». Желаю всем приятных путешествий по железной дороге. Берегите себя и увидимся в следующих обзорах. Субтитры подогнал «Симон»!